Смотрите, я нашел своих хейтеров. Куда вы убегаете? Вот кто мне ставит дизлайки. Хейтеры, куда побежали? Всем привет, дамы и господа. Последний ролик про лотерею не набрал много просмотров и лайков. И подписчики, уважаемые, подписчики сказали, что не надо больше играть в лотерею, проигрывал деньги. Согласен, больше не буду пока играть в лотерею. Вообще, хотел вам показать дом коммуниста. Здесь коммунист на обочине жил, но он, видимо, переехал. И сегодня, наверное, немного подискутируем на тему коммунистов, которые живут на улице в США. Друзья, давайте немного поговорим про коммунистов, ну то есть про бездомных, которые живут в США на улице. Просто путинская пропаганда и различные ватники любят педалировать эту тему, орут, что вот смотрите, штаты загнивают, там куча бомжей, люди живут на улице и так далее. На самом деле, зачастую это осознанный выбор этих людей, которые живут на улице. Здесь есть такие бездомные, у которых шикарные машины, и при этом они живут в палатках. Я просто не знаю, насколько корректно приехать к ним в лагерь и снимать. Может быть, они отнесутся к этому негативно, но здесь, даже в Сакраменто, я знаю один такой лагерь, у них там стоят палатки, рядом с палатками шикарные машины. То есть некоторые прямо в машинах и живут. Я не знаю, зачем жить тогда в палатке. Если у тебя есть машина, ты можешь жить в машине. Ну, то есть это реально осознанный выбор граждан. Чаще всего это какие-нибудь леваки или хиппи. Ну, то есть хиппи и есть леваки в основном. То есть люди с левыми убеждениями, ну вот коммунисты, как я их называю, коммунисты. Которые кричат про проклятый капитализм. Они просто не хотят работать на самом деле и осознанно живут вот в палатках. Работы в Штатах дофига. Любой человек, даже без документов, может пойти и устроиться на работу. И на эти деньги, заработанные на этой работе, да, это скорее всего будет какая-то физическая работа. Возможно, даже тяжелая физическая работа. Но на эти деньги, на зарплату ты сможешь спокойно и машину себе купить, и квартиру себе снять, или комнату там, например. Потому что зарплаты здесь хорошие. Реально, на месячную зарплату ты можешь купить себе машину. То есть грузчик, любой может купить себе машину на месячную зарплату. В России ему придется копить там ту его хучу времени. Да, здесь есть еще процент живущих на улице. Это люди, которые не в себе, так сказать. Ну, сумасшедшие. Просто в Штатах, видимо, если человек не буйный сумасшедший, его не запирают в психушку. Он спокойно может гулять, играть с пакетом. Я просто видел, человек шел, играл с пакетом, как бы, и радовался жизни. В принципе, все. Но человек, то есть безобидный абсолютно человек, он, видимо, вот живет на улице. В России, на самом деле, бомжей не меньше, бомжей больше. В Москве их дофига. Просто в Москве их начали гонять. Перед чемпионатом мира по футболу прям активно зачистили весь центр. И сейчас их менты как бы прогоняют из центра, поэтому их незаметно. Все так же они живут где-то на окраинах по подвалам. Они живут в Подмосковье и так далее. В регионах вообще чма бомжей. Люди спиваются, люди скуриваются. Ни в коем случае не курите всякую шляпу. Там курят какую-то химию. Ну, эти всякие спайсы и так далее. Это просто отупляет. Реально идет деградация. Это осознанно люди сами, молодежь идет, покупает вот эту херню, курит как бы и деградирует. То есть никто тебя не заставляет. Ну, то есть я жил в России, я никогда эту чушь и не пробовал. И никому не советовал, как бы и отговаривал всех. Говорил, ни в коем случае не курите всякие наркотики. Вообще лучше не бухайте даже. Потому что от бухла тоже многие люди, особенно в России, становятся как раз бездомными. Пропивают все и идут просто вот по миру жить. Ну, не в палатку. В России в палатке не проживешь, потому что холодно. Даже летом там не живут в палатках. Предпочитают люди жить где-то, не знаю, в подвалах, там, на чердаках. Может быть, на каких-то дачах и так далее. То есть это видео как раз вот для таких ватников, для путинской пропаганды, что в США нет никакой нищеты. В США можно бесплатно питаться. Вы видели, сколько у меня роликов из фудбанков. То есть абсолютно человек без документов может спокойно прийти и взять себе продукты. Да, там не самые какие-то шикарные продукты, но тем не менее у тебя будут и овощи, и фрукты, и макароны, и консервация различная. То есть и даже мясо тебе дадут бесплатно. Бесплатно раздают еду. Где ты можешь в России получить еду бесплатно? Правильно, в мусорном баке. Видосы каждый день выкладывают из регионов, да, даже из Москвы. Я видел, вот я жил на Тимирязевской, там, из пятерочки выкатывают просроченные продукты, кидают в мусорку в Москве, почти в центре Москвы. Пенсионеры собирают эти продукты из мусорки и потом едят. То есть вот где нищета, вот где безработица. В России. Но реально значительная часть населения до сих пор верит путинской пропаганде. То есть смотрят телевизор и верят этому. Даже вот некоторые мои знакомые, просто почему я решил записать этот ролик, сегодня ко мне в комменты пришел один знакомый. Не буду ни в коем случае его оскорблять, но, видимо, недалекий человек, потому что верит вот этой путинской пропаганде и так далее. Заявляет о величии страны. Где это величие? Ты посмотри на регионы. Цены растут. Люди работают реально за копейки. Здесь вот эту зарплату можно получить за два дня на самой низкооплачиваемой работе. То есть минимальная зарплата в Калифорнии 15 долларов в час. Многие в России даже за день работы, за день тяжелой работы не зарабатывают 15 долларов. Да, разумеется, в Штатах и цены выше. Я понимаю, что здесь денег надо много. Вот многие как раз иммигранты, которые приезжают сюда, думают, сейчас я пойду грузчиком, заработаю, сразу куплю машину, квартиру и так далее. Но нет, конечно, денег здесь уходит гораздо больше, потому что, ну, аренда, допустим, комнаты стоит вот здесь в Сакраменто 1000 баксов. Машину, ну, можно купить как бы. У меня просто не было денег на покупку пока. Вот я арендовал, допустим, вот эту машину Prius за 600 баксов. Мобильная связь 60 баксов в месяц и так далее. То есть денег надо реально много. Но ты здесь зарабатываешь больше, ты здесь можешь реально себе много чего позволить намного быстрее. То есть какие-то автомобили, техника и так далее здесь более доступны, потому что у тебя, соответственно, заработная плата намного выше. Ты можешь зарабатывать и покупать себе все, что угодно. Давайте вернемся к дискуссии про бездомных. Вот по моим наблюдениям, реально огромный процент бездомных в США – это здоровые, крепкие, молодые люди, которые просто, ну, не хотят работать по каким-то причинам, по своим убеждениям. Ну, потому что, допустим, они коммунисты. Как бы коммунистам работать-то, в принципе, не свойственно. Вот коммунисты, они хотят получать все бесплатно от государства. Они говорят, вот нас угнетает капитализм, поэтому мы живем в палатке. На самом деле ты живешь в палатке, потому что ты не хочешь работать, ты не хочешь ничего делать. То есть капитализм тебе дает все возможности. Пожалуйста, живи, зарабатывай, становись миллионером, открывай свой бизнес и так далее. Но есть действительно среди бездомных и процент – это вот людей, которые не в себе, может быть, какие-то инвалиды и так далее. Вот есть такой процент, конечно, но основная масса вот здесь в Штатах, по моим наблюдениям, это как раз здоровые, крепкие, молодые люди, которые просто, ну, не хотят ничего делать, коммунисты. Но так как Соединенные Штаты – это свободная страна, их здесь никто не гоняет, они спокойно живут на улице, это их осознанный выбор. Пожалуйста, хотите так жить – живите, это круто. Никакой мент не имеет права тебя просто так избить дубинкой за то, что ты сидишь на газоне, допустим. Разумеется, здесь, видимо, выгоняют таких коммунистов, которые начинают жить прямо на проезжей части. Вот здесь как бы жил один такой коммунист, он разбил, ну, не на автомобильной проезжей части, ну, на велосипедной дорожке, он разбил свой дом и два дня там прожил. Может быть, сам переехал, может быть, его как-то вежливо попросили, сказали, ну, как бы, товарищ коммунист, уйди, пожалуйста, вот, с дороги-то хотя бы на газоне живи, зачем ты на дороге живешь? Ну, вот я, кстати, не понимаю, почему и вот коммунисты любят, может быть, кто-то объяснит, почему коммунисты любят селиться возле дорог, как бы. Ну, ты уйди в парк где-нибудь, ну, там, на газоне подальше уйди живи, а коммунисты прям любят на тротуаре свой дом поставить возле дороги. Часто они здесь стоят с плакатами с кими-то. Также свободная страна, там, Байдена хоть закритикуйся, стой с плакатом там и против чего угодно, ну, никто тебе слова не скажет, ну, пикетируй, пикетируй, свобода. В России сейчас за одиночный пикет тебя сразу упакуют, как минимум штраф выпишут, а максимум на 15 суток закроют, а могут даже и там, и какую-нибудь статью завести. Ну, то есть, режим уже не авторитарный, режим уже практически тоталитарный, потому что начинают цензурировать в России даже искусство, искусство цензурируют. Когда доходит до искусства, до культуры, это значит, режим уже начинает контролировать все сферы, это уже тоталитарный режим. Ладно, друзья, буду заканчивать этот ролик. Получился такой просто эмоциональный разговорный ролик, но если он вам зайдет, поставьте, пожалуйста, лайк, напишите коммент, и пишите в комментариях, там, если стоит продолжать какие-то разговорные темы, я буду продолжать записывать подобные ролики. А я купил в Food for Less печенье и соленое сало. Я вообще редко ем сало, но тут что-то прям захотелось, смотрите. Вот такой шмат сала соленого стоит 3,41. Подписчики сказали покупать курицу вместо лотерейных билетов. Непременно надо купить курицу. Что это такое? По 98, такой же тунец, как мы брали. А, тунец по одному баксу. Вот этот вкусный тунец за 98 центов. Самый вкусный тунец. Я хотел найти пельмени где-нибудь в заморозке. Вот прям захотелось пельменей, но их здесь нет. Это надо ехать в русский магазин. В русском магазине стопудово есть пельмени, а здесь их нет. Куча всякой заморозки, видите, еды какой только нет. Гулеши всякие, паста и так далее. Но пельменей нет. Вот видите, всякие наггетсы есть, вафли. Но нет пельменей. Будет много всего интересного. До новых встреч!